Всем привет, с вами Лаградка, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием DarkWod. Вот, остались мы на моменте, где мы отдали оборотню ключ, он слинял, потом он нам дал голову, в общем, вообще, что происходит. Походу, у нас, на самом деле, раскрывается сюжетец в этой игре, наконец-таки. Поэтому наливаем чаёчек, усаживаемся поудобнее, у нас мрачненький контент пошёл. Так, и давайте прочитаем дневник. Мне хотя сказали за кадром его прочитать, но я к этому подготовился, к этому вот-вот шрифту, я не знаю. Всё это про себя читать, конечно, удобнее, но когда ты читаешь это вот вслух, то происходят вот такие несвразицы, как, а что это такое, как это прочитать? Хотя, на самом деле, и про себя тоже тут не очень. Ладно, в общем, я тут уже отделил кое-что, и нам интересно только, что начинается снизу. Вот тут, конечно, рассказали про фотографию местного врача. Что этот мальчик сказал, что он всем помогает, и, в общем, мой персонаж произвел, и, типа, сказал, что он мне тоже помог очень хорошо. И спер заодно ключик. Ну, в общем, ладно. Давайте прочитаем с момента, где я говорю, ну, где у меня персонаж пишет про ключ оборотня. Ключик оборотню. Я решил отдать ключ от комнаты оборотню. Как и договаривались, он рассказал мне, где находится доктор. В северно-восточной части Старой Рощи. Кстати, это вот, наконец-таки, помечено, хотя, возможно, и тогда было помечено. Ну, ладно, неважно. К сожалению, он никого к себе не пускает. Нужно найти способ попасть на прием. Не, у меня персонаж, конечно, веселый. Прям не знаю, язвит и язвит. Куриная голова. Оборотень вручила мне отрубленную куриную голову и попросила преподнести ее птичнице. В качестве благодарности за прекрасную сестрицу. Понятия не имею о чем она, но вряд ли о чем-то хорошем. Исчезновение оборотня. Оборотень больше не стал со мной разговаривать. Он что-то пробурчал о каких-то делах и ушел. И если этот умник считает, что от меня можно так легко избавиться, то он сильно ошибается. Он сказал, что будет в северной части Старой Рощи. Там я и поищу этого засранца. В общем, у нас персонаж оказывается не какой-то там хилляк или еще какая-нибудь херня, а размазня, может быть. Слушай, но он у нас уже все, настоящий прям пацан. Так, подожди, у меня тут много чего интересного. У меня есть шина. На кой мне шина? На батарейке мне точно будут нужны рано или поздно? Насчет бутылок пустых. Ну, может быть, а может и нет. Но то, что я тут оставил, это... Блин, я же мог... Блин. Так, давайте вот эту штуку. Ну, я в любом случае ее выкину. Так, я могу же сюда что-нибудь скинуть? Давай это скинем. Так, и батарейку возьмем. Батарейку сюда перекинем. Окей, нужно перемещаться в Старую Рощу. Но перед всем этим делом... Так, кстати, подожди. Еще раз. Что там в дневнике было? Ключ оборотня. Он мне сказал, что доктор находится в северо-восточной части. Северная... Ой, Старая Роща. В северо-восточной? Это где-то здесь. Ты угораешь, игра. Я же там вроде ходил, там никого не было. Оборотня находится здесь, как я понял. Это север-то вообще странно. Это и Старая Роща, по-моему. Короче, я хотел перед всем вот этим началом... Что сделать? Правильно, вы угадали. Я хотел пойти и показать куриную голову бабушке. Я, правда, не знаю зачем. Можно, в принципе, еще побазарить с вот этим вот... Вот что это за башня? Силостная. Что это такое? Что-то ей... Что-то знакомое, а что-то и нет одновременно. Можно пойти к этому мальчику, сказать, что что-то... Мальчик... Тебе не перепало сегодня ничего? Ну, вот что-то не знаю. Кстати, я думаю, то, что все-таки вот эта бабушка, она... Ну, как в случае с огромной вот этой свиноматкой, вот, которая тут находится. Она хранила какую-то курицу, может быть, огромную, я не знаю. Ну, просто это чисто из моей логики. Я его только что сейчас до этого допер. Может быть, это и правда, а может и нет. Короче, у этого... Каково? Каково, я забыл. У торговца мне нечего сейчас покупать, поэтому ладно, я хер с ним. Слушай, смотри, заметь, тут больше стало вот этих каких-то дикарей. Возможно, это из-за того, что я выбрал сторону оборотней и вообще убил свиноматку. Видимо, множество жителей свихнулись и пошли сюда. Не, как обычно, кто-то в лесу у нас там мурчит. Эх, ну ладно, я хер с собой. Мне нужно ровно по диагонали идти, а я ровно вниз сюда. Не очень, конечно, ну ладно. Да я тебе, блядь, кину этот камень, слышь, нахуй. Че он кидает? Не камень. А, это тот, кстати, чувак, который... Так, это я около вот этого пацаненка. Слушай, а давай к пацаненку зайдем. Чисто поугараем. Я, конечно, хотел бы все это по-быстрому сделать, но, блин. Давайте все будем исследовать. Все, у нас будет атмосферненько. А то бегать там все, побыстрее все это исследовать, это такое себе. Тавтология пошла, ну да и не надо. Ну да, да, не важно. Короче, встречай гостей. У тебя, кстати, дверь уже открыта. Это я ее не закрыл. Здорово. Петрик. Как оно ничего? Показать предмет. Электронная игра. Слушай, подожди, а электронную игру я разве не отдавал оборотню? Кстати, а возможно электронная игра у меня это... У меня не было места? Слушай, значит я не просрал. Ну-ка, фотографии этого доктора. Красивая, но я не вижу на ней Гагарина. Я еще никогда не видел фотографию без Гагарина. Гагарин это был такой космонавт. А, Гагарин это был такой космонавт. Человек, который полетел в космос. Я тоже полечу в космос. Петрик задумался. Может завтра к приему? Только найду болтики для обшивки. А, что? Электронную игру я ему могу показать? Но... Хотя давай посмотрим. А что это? Петрик берет в руки игру и включает ее. По его лицу видно, что он сосредоточен. То есть если я насобираю много яиц, то волк полетит в космос, да? Покачать головой? Нет. Петрик нахмурился и задумался. Ну и зачем он тогда собирает яйца, если не собирается в космос? Не понимаю. Ой. Никто не понимал вообще конец этой игры, потому что его, блядь, не было. В этой игре вообще, не знаю, это просто безумие ебучее какое-то. Ты крадешь яйца, тебя иногда троллит заяц. В принципе, как и сам этот советский мультфильм, там тоже нету никакого смысла. Не, но смысл есть. Как говорил волк, блядь, пей, кури и срадай хуйней. Ладно, на самом деле, шичи, не пейте, не курите, вообще вредные привычки свои убирайтесь. Нахуй-то надо. Хотя мои шутки всегда настолько плоские, что они заканчиваются алкоголем. Ой, да ну и все-все, ничего не знаю. Так. История, кстати, одного велосипедиста еще не закончилась. Он, видимо, разъебался и до сих пор не собрал свой этот велосипед. Велосипед. Слушай, а вот теперь перехода нету, что ли? А, нет, сейчас будет. Да. Ну, я не знаю. А можно, в принципе, в этот момент и вырезать. Да они до сих пор молятся. Ну, пусть молятся. Ой, не знаю, что сейчас будет. Так, давайте, знаете, что сделаем? Хотя нет, потом. У нас пока время не идет. Соответственно, серия будет немножечко дольше, потому что я зашел в это место. Время тут все-таки стоит на месте. Интересный момент, ну ладно. Короче, я думаю, то, что меня сейчас дадут пизды. Я больше чем уверен, что мне дадут пизды. Возможно, меня даже не пустят сюда. Давайте проверим одну историю. Пока еще не ушли. Пока еще, точнее, пизды не получили. Да, ее нету. Смотри. Дверь открыта. Заметь. Ну, возможно, мне сейчас реально дадут пизды. Не знаю, зачем я сюда пришел. Я, наверное, конченый. Так, ну она мне не дала сразу пизды. Поэтому, думаю, нормально. Так, ладно. Я вообще, на самом деле, рискую. Смотри, кстати, тут дверь можно вот так закрыть. Шкаф. О, фонарик. Не зря я сюда зашел. Так, альмейский фонарик. Одежда. Покрывало ее несколько потертых штанов. Постель. Ворох метных подушек и наволочек. Похоже, что тут кто-то спал. Слушай, а есть возможность то, что это действительно была красивая баба? Которая, видимо, это... Которая просто тупо бабка защищала ее. Есть на это возможность или нет? Здорово. Боже мой, что происходит? За что мне такое горе? Сначала пропал Янек, а потом и моя сестра. Господи ты, боже мой. Жалься надо мной. Найди ее, Матерь Божья. Я не знаю, как буду жить без нее. Она одна осталась, как перст. Показать предмет. Куриная голова. Боже мой, милостивая. Чего? А, бедняжечка. Что же они с тобой сделали? Это не добрый знак, не хороший. Что же теперь будет? Ну... Сплетничать? Так, ну это опять она про вот эту херню. Окей. Наш герой что-то записал тем временем... В этот... На чайния птичницы. Птичница... Ой, птичница в глубоком отчаянии. Пропала ее сестра. Она попросила меня помочь. Может, мне удастся найти ее, если это? Казалось бы, а что? Почему бы и нет? Я, честно, наемник. Мне по барабану, что на ваши вот все эти проблемы... Я беру, там, не знаю... Кто больше заплатит, тому я и прислуживаю. Сволочь еще та, да? Не, ну а как с другой стороны-то тут вообще выживать? Такой уж мир тут. В общем, давайте тогда будем жрать сейчас таблетки, чтобы быстрее дойти. Просто потому, что я не знаю. Мне, кстати, найти ее след. Может, она имеет в виду, что мне нужно зайти... А, да, я, походу, понял, где она сейчас будет. Я понял. Кто смотрел прошлую серию... Точнее, не то чтобы прошлую, а серию, где я рассекретил оборотня. Причем, заранее, блядь, рассекретил. То знает, что там есть какая-то комнатка странная в его вот эти вот руины сарая. И в этих руинах, как я и говорил, уже есть старая... Странная комнатка. В которой, скорее всего, что-то прячется. Точнее, будут прятать. И там, видимо, спрятали вот эту вот красавицу нашу местную. В общем, ладно. Хорошо-то я это КП наведел заранее. Давайте реально по-фасту как-нибудь попробуем убежать. В принципе... В принципе... У меня должны быть там только проблемы с топливом. Я могу взять... Слушай, я сейчас вот зря это все делаю, да? Мне надо было взять этого... Так, ладно. Немножечко отменяется наше действие. Идем сейчас ровно прямо до... Получается, до вот этого свинарника. Свинарник заходить не будем. И к вот этому скрипачу тоже заходить не будем. Можем потом это сделать, просто по фану. Но сейчас все-таки у нас... Хотя, не знаю. Позже зайдем, в общем. Мне пока это не горит особо. Так. Сейчас вот заходим к нам домой, получается, на вот эту нашу базу. И забираем... Как эта штука называется? А, все, у меня таблетка кончилась. Печально. И забираем... Вот эту хер... Кто, блядь? Я тебя уебу, Бобик. Откуда ты тут взялся? Кстати, история еще пока эта... Не закончилась. Как они, блядь, тут проходят? Не, я-то могу пройти, я-то понятно. Я-то в умный, как утка. Но они-то, блядь, как это делают? Так, а... Я имел... Я вот все так и не досказал. Я хотел взять вот эту хуйню. Вот она, велосипедный звонок. Я все забыл, как он называется. Так, и что еще? Ну и все. Там, на самом деле, у нас и так места немного. Но хотя бы будет сумка. Позовем этого пацаня. Ой, алкаша, точнее. Я тебя, блядь, уебу. Пальцем он на меня показывает. Ну, походу, он мне уебет, да? Сука, ты это зря сделал, блядь. Я тебе говорю, что ты это зря сделал. А он, подожди, он без палки. Да какой-то новый, кстати, мужик. Ну и что, ты недостаточно по мозгам получил? Блядь, я ему урок выбил. Так, мертвый дикарь. Бутылка. Блядь, ебаные алкаши, нахуй. Я тебе говорю, они просто нажрались, блядь, водки. И потом до меня что-то своей ляса, та что-то, сука. Так, ладно. Я почти проебал свою таблетку. Ну и ладно, хер с ней. У меня этих таблеток, на самом деле, вагон и тележка. Так что нормально. Это до сих пор тут валяется. Видимо, он забаговался прям очень сильно. Так, надеюсь, тут час не будет. Вот этого мужика, который тут всегда проходит. Тю-тю-тю-тю-тю. Так, нужно как-то... Я хочу это все как-то пройти, но если меня один спалит, то меня спалит и все остальные. Так. Но он, видимо, на меня просто орет и все-таки... Хотя нет, мне кажется, что вот эти пацаны точно нападают. В общем, я пока не уверен. Все, мы в старой роще, пацаны. И у нас 11 время. Нормально, сэкономили время заодно. Ну и что тут? Кстати, интересный момент. Я сюда как-нибудь смогу потом прорваться, я не знаю. Пробраться, прорваться, я не знаю. Потому что мне тут нравится музычка. Мне нравится... Слушай, там гриб появился. Мужик, по-моему, там... Либо до сих пор, либо там уже вода испарилась. Я не знаю, уже начинаю придумывать вот это. Я не думаю то, что он сейчас будет открыт. Так, давайте снова съедим вот эту вот херню. Там что-то звук какой-то был. Мне показалось, наверное. Тек. Здрасте. Здесь нужен ключ, но ключа у меня нет. В этом вся и проблема. Может быть, где-нибудь потом найду ключ, не знаю. Не буду торопить события. Тек. Самое главное, что... Вот, заметь. А, это собака, блядь, Бобик. Вот это вот самый болезненный Бобик, потому что он заебывает. Он меня отсюда заметит. Он меня уже, в принципе, видит. Бобик, давай забудем. Ну, уйди отсюда, ну, не мешай мне. Блядь, он меня видит, что ли? Ну, смотри, за мной смотрят. Так, ладно, мне нужно как раз к это место обойти. Может быть, там обойду. Не, не получится. Бобик, блядь. Пишёл ты нахуй. Если за мной пойдёшь сейчас, я тебе пизды дам. Я тебе обещаю. Ну, я тебе говорил. Я тебе обещал болеть. Ну, ладно, возможно, ты мне пизды дашь. Я-то, блядь, ещё профессионал в этой хуйне уже. Я уже раскусил ваши все эти вот атаки. Блядь, я тебе не Дарк Сул, чтобы меня тогда ёбывать. Бобик. Ну, вот зачем? А, ну, кстати, это нормально. Бобиков можно убивать, и потом у них вот это вот мясо тырить. А мясо, как мы знаем, очень прикольное. Тем-то, что, блин, тут был капкан. Нет, там не было капкана. Я подумал, что сейчас на капкан попадусь, и пиздец мне будет. Так, а вот, кстати, тропинка идёт. К нашей сейчас вот, получается, новой уже этой. Новому убежищу. Можно, кстати, вылечить вот этот вот колодец. Полечить его немножечко. Но можно и не... Ой, тут, конечно, такие звуки иногда прикольные доносятся. Такое ощущение, что прям сзади тебя кто-то. И иногда прям сам поворачиваешь голову. Ну, в общем-то, тут, в принципе, и на звуки-то и ориентируются все. Так, давайте полностью зальём бензин, потому что не факт, когда вот этот вот добил алкаш приедет сюда. Так, нет, давайте не полностью, я передумал. Неожиданно перебуду. Ой, не перепутал, а передумал. Так, мне надо ещё вот эту вот херню заправить. Сейчас я покажу, какое вот это вот. Ой, сегодня я всё забываю просто. Пилу, да. Но максималку. Потому что мне сейчас нужно будет вот это вот. Так, неважно. Где эта херня? Что-то произошло. Так, ну пока там что-то происходит интересное, я пойду и по-фасту активирую вот эту вот херню. Да, он где-то вот здесь слева находится. Так, разжечь печку. О, угу. Печка снова горит. Ну, рано. Так. Ну, в принципе, мне не так много собрать осталось грибов для следующей дозы. И, кстати, я вспомнил, на какую кнопочку. Вот на эту вот. Вызывается это менюшка. На прикратку. Амили же кью. Ну шо? Может, ему рога продать? А, какие рога? Стоп. Блина у меня есть. А че я его-то вызвал без самогона-то? Ой, дурак. Надеюсь, что у меня тут будет самогон. А то, блин, я просто не знаю джиньон. Джиньон в первом поколении. Тут, кстати, гнилый гриб. Тут грибы были? Или я просто выкинул это? Чуть не помню этого момента. Самогон. Ух ты, слава богу, у нас самогон есть. Так. Тут много всякого разного. Мы можем палку поедить сюда. Блин, а им нужно... Блин, а я все эти палки использовал. Может, реально лопату... Не, давай не лопату сделаем, а давай топор. Точно. Топором можно еще эти... Как это ломать? Стены, как я понял. Велосипедист, здорово. Показать предмет. Смотри, самогончик есть. Опа. Хорошая пошла. Аж дыхание сперло. Если хотите, я могу перевезти сюда ваши вещеечки из убежища. Конечно, давай. Ради этого тебе и даем. Из какого убежища мне перевезти ее? Блять, я забыл. Это глухой лес или сухой лук? Блин. Сухой лук. Глухой лес. Если я сейчас лоханусь, в процессе жив. Это мое любимое место. Сухой лук. А я какой? Я глухой лес, надеюсь, выбрал. Блять, я по-моему и сухой лук выбрал. Я что, долбаю, да? Да. Ничего не происходит. Ой, дурак. Надо было заранее посмотреть, я это забыл. Глухой лес. Они просто тут все одинаковые. Везде в конце. Тут глухой, тут сухой. Как это хуйня происходит? Ой, ладно. Хер с тем. Короче, что мы хотели? Мы хотели пойти... Вообще, на самом деле, я бы хотел бы освободить инвентарь. От всего того, что у меня накопилось. И пойти сейчас по-быстрому к этому. Опа, у нас дождь пошел. Так, давайте по-быстрому освободим инвентарь. И... Вот это нам не надо, не надо, не надо. Таблетку оставим. Эту штуку тоже выкинем. Вот эту таблетку тоже оставим. Бинты, факел убираем. Так, ну, примерно как-то так. Давайте факел оставим. И вот так вот делаем. Короче. Съесть. Это чтобы быстрее дойти. По... А, этот фонарик оставим. Вот странно, а куда он это все перенеснет? Блин, я надеюсь, что я реально глухой лес выбрал. А не сухой лук. Ой, ну, конечно, могу лохануться, как вы. Что я не говорю даже. Так. Пятнадцать времени у нас. Надеюсь, успеем. Давайте реально проверим пока что вот это вот место. Блин, вот так прям время быстрее идет. Так что я не могу просто. Так, где я сейчас примерно? Я сюда уже зашел? Серьезно? Так. Ну, че, на прием к врачу идем. Точнее, к доктору. Старый поезд. Я же тут проходил, как я тебя не заметил-то? Так, ладно. Большие грибы. Смотри, прям как хорошо. Странно, почему я не заметил это раньше. Остатки грибов. Так, здрасте. Народ, тут кто-то есть? Блин, тут прям дождь, я не знаю. А че за звук такой пошел? Из превью... Ой, из пролога. Так. Грибы. Тут есть какой-то проход интересный. Слушай, а тут кто-то был. Тут кто-то жил. Кастрюля. Мясо можно кидать? Так, ладно. Ну, давайте пройдем тут тогда. Интересно, а в поезд я вот эти вагоны могу зайти? Блин, у меня нету пистолета, и мне на самом деле не очень это нравится. Надо было пистолет себе скрафтить. Окей, это закрытая территория или нет? Большие грибы. Так, подожди, подожди. Кто? Где я, блядь? Или мне показалось? Не, ну нафиг. У тебя, господи, не урчи. Не пугай так. Так, остатки грибов. Так, ладно. Мы проверили вот это, а тут трупы. В смысле трупы? Где? А, вот они. Окей, тут пацаны угорают, да? Так, но с пацанами я не хочу ничего иметь сейчас общего. Я не думаю, что они... Да ладно. Так, подожди. Вот с этим пацаном очень сложно сейчас будет. Так. Я его еще пока его атаки нет, не выучил, поэтому не знаю. Что делать? Так. Еще вот самое главное... Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Блин, а? Да я серпом еще просто не умею играться. Это смерть, кстати. Старая роща. Я надеюсь, эта смерть не следующим утром идет. Так, предмета Блин, я не могу сейчас посмотреть Мне не успело съесть таблетку Так, ладно, давайте тогда Вот это вот сделаем Печь и Блин, 160 эссенций, хотя это был Какой-то огромный грипп, он какой-то был необычный Я говорю, без пистолета вообще никак тут Надо было пистолет сделать Ё, это я сам себя ударил дверью, что ли? Так, ладно Да кто, блять? Ой, Бобик, уйди отсюда Слушай, серп тоже, по-моему, какое-то говно Прям нужно очень близко подходить Я просто не попадаю по нему, вот в чем прикол Так, ладно Ну серп, блин, надо было топор делать Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Но тут не так сложно-то все Я просто не заметил его Ладно, надо с кем не бывает Я же не играю ни на хардкоре, чтобы там на смерти дрочить И не с пидра на у меня Так, где я? Здрасте Блин, надо по фасе все это заходить Кстати, заодно и проверим, можем мы тут зайти или нет В вагоны Вообще, по идее, в вагоны можно заходить Но тут я не уверен Видимо, нет А хотя вопрос, как я хотел сюда зайти, если он перевернут Я прошел мимо вот этой херни И мне это не попал, серьезно? Интересно-то как Слушай ее Вот, по-моему, сейчас ржавеет экран, да? То есть сейчас мне нужно забрать вещи Так, это где? Это вот сюда вот Вот трупы, и вон заодно там пацаны эти угорают Так Да кто, блядь? Вот где? Вот я вообще не вижу Так, рюкзак собрать У меня, кстати, был молотов Надо было молотов поставить Так, сейчас уже 18 времени Видимо, до доктора мы не дошли Зато смерть словили Видимо, он где-то тут Ну и ладно, херся У нас уже нету времени У нас нету даже таблеток для этого дерьма О, тут грибы снова появились Большие грибы Знаете, что самое сейчас печальное В этой истории Самое печальное, что у нас, скорее всего, не будет Нужно вернуться в убежище Пока еще не стемнело Слушай, мне даже уже персонаж это говорит Все очень плохо, да? Так, а у меня убежище прямо где-то слева находится Так, слушай Все смешно, конечно Я надеюсь, что я выживу вот эту вот ночь У меня есть виллы бесполезные Которым я опять сейчас Прикбусь, наверное Ну ладно, хер с ним Уже плохо, кстати, видно Видимо, кстати, в игре специально сделали Вот эту вот ночь Чтоб темнело Именно вот так вот Рожжевел экран Чтоб ты хоть что-то видел А потом неожиданно темнеет, да? Так, все Я уже в своем убежище Вот он Здрасте 19 Так, включаем вот эту херню Так, а теперь главный вопрос На который мне нужен, блядь, сейчас вот срочно получить ответ Во-первых, у меня нету Так, стоп, подожди Куда он мне кинул все мои вещи? Вот они, да? Сверсок Здорово, блядь Это я проебался, да Это, походу, я не то выбрал Так, самодельный И Дробовик Одноразовый пистолет Так, делаем дробовик Чтобы выжить эту ночь Где он у меня? Он сразу сюда кинулся, окей Берем, к сожалению, вилы Как сделать топор? Опять нужна эта херня Окей А берем вот эту вот херню Берем вот эту Сейчас пойдем все застраивать Стараемся все это сделать по фасту Вообще, на самом деле, в 48, по-моему, темнеет уже окончательно Пила Так, все Там уже кто-то ходит, кстати Я слышу эту историю Так, закрыться Если что, потом откроем Это сейчас не важно Я думаю, вот эту дверь Вообще не пробьют ни хера Пробьет только максимум, что и вот это вот окно Так, давайте берем вот эту вот Полобень Так, что происходит? Что-то происходит Я не знаю, где тут безопасное место Блин, как же ты долго эту лампу тащишь Ну, камон Вот что тут Почему тут так удобно Лампу именно толкать А не перетаскивать Так, это тоже закрываем Давайте закроем нахуй ее А тут же он легко пройдет Здорово, из Комарового, да? Починить А у меня уже все, блядь Нету ничего Блин, как же я тут все логично-то обустроил И хотеть сказать А, ну да Или нет Так, тут я не хочу находиться Где мне... Вот я пока думаю, куда мне перетащить все это дерьмо Так Слушай Вопрос Вопрос на засыпку Вот просто идеальный будет вопрос Где-то вот слева находится Так, ну кто-то зашел сюда Вот, а вот теперь идеальный вопрос просто Это сзади меня Так, идеальный вопрос Что делать? Стрелять сразу? Или подождать? Я хочу выжить эту ночь Хочу выжить С бензином у нас проблем явно не будет Они явно зашли в этот дом Блин, этот дом неудобен тем, что тут слишком много проходов Так, нужно туда двинуть Могут вот тут пройти спокойно То есть тут у меня вообще ничего не закрыто Так, смотри, кто-то дышит Слушай, это прям какой-то такой Он прям рядом, кстати Слушай, он прям рядом А, ломай тут эту дверь Ух ты, ты кто? Не понял Тю-тю-тю-тю-тю В смысле? Вы кто вообще? Пацаны, здорово! Вы кто, блядь? Подожди Так, подожди Баталек А баталек бесполезный Вот меня не выхилил Это чё было сейчас, блядь? Это чё сейчас было? Подожди Как я это дерьмо должен пережить? Вы чё, угораете? Я думал, что тут только алкаши бегают Ты это видел? Торговец? Не, ну ты это видел? Торговать Подожди Слушай, а зачем Убежать Я потерянные предметы? Вы угораете? А как я должен был это пережить? Он вообще откуда выродился Такой интересный? Это какой-то мужик Слушай, подожди Тут вообще, походу, без огнестрел Вообще никак не выжить Ну, в принципе А зачем оно и нужно? Действительно А, меня просто тупо взяли и зажали Не, ну это, конечно, весело Всё, я всё понимаю Но вот это я не понимаю О, конечно, весело Ладно Давайте тогда на этом закончим Всем спасибо за просмотр Подписывайтесь, ставьте лайки Комментируйте Рассказывайте друзьям Смотрите описание там Я отставил комментарии Там есть другие игрушки интересные Которые я прохожу И всем спасибо за просмотр И всем пока Я не знаю, что будет в следующей серии По этому Таркводу Но я думаю, что это будет пиздец Сука